so let's start ok we have very beautiful flower and branches we have green leaves and what we need to color right now if you colored all leaves we need to color branches нам нужно покрыть как бы branches это вот вот эти веточки и мы берем для этого то есть у меня есть оригинал i have an original and this is very light brown it's brown but more close to beige это коричневый но очень близко к бежему вот так вот он выглядит у меня вот посмотрите вот такой песочный темный песочек да вот такой темный красивый песочек и этим именно фломастером мы сейчас будет простите карандашом мы сейчас будем тонировать наш надо да вот и милия прекрасного ты умели очень хороший цвет не забывайте поточить какая цифра у меня это цифра 77 77 и не забывайте подкладывать листочек до какой-то любой листочек который у вас есть вы подкладываете вниз ok чтобы не размазывать вашу красотищу да помните чтобы вот это не делать я сейчас возьму чистую секундочку и мы подкладываем какой-то листочек подкладываем да для того чтобы не дай бог не нашу красоту не размыть работа чтобы чистая была we want to have clean art да альдана очень хороший цвет да и один а тоже хороший цвет да 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 ok we can start and what we are doing we just toning toning the branch please remember when we are toning the branch you have the branch yes we not coloring like а а и убежала молоко вылезла за границу да мы этого не делаем мы остаемся в границах дерева до старайтесь это делать аккуратно try to be inside of the branch просто тонируем don't push very strong please don't push very strong we don't need to push very strong нам не нужно давить очень сильно у нас такой задачи нету обратите внимание что вот где зеленые палочки сейчас я сделаю поближе у нас сразу же идет как бы одно в другое входит посмотрите видите зеленая палочка входит в коричневым видите как хорошо то есть я коричневым немножечко захожу i'm putting brown inside of green little bit and it's looks like one main branch как бы немножечко захожу внутрь да и вот так вот тонируем обязательно почечки тонируем почечки дадель и у тебя номер 77 и и обратите внимание когда я иду внизу when i'm going on the bottom i'm pushing little bit stronger little bit stronger like contour do you remember we draw contour we have a contour but on the bottom on the left side and on the bottom not any side side just bottom left side как бы вот слева да смотрите слева слева и снизу я чуть сильнее нажимаю а сверху и справа чуть слабже и тогда у меня получается как бы свет и тень такое есть ощущение что свет и тень вот я сейчас будет вот здесь будет получше видно вот у меня просто я аккуратненько тонирую посмотрите я затонировала аккуратно а вот тут нажала посильнее снизу как бы обозначив тень посмотрите видно да сейчас вот так вот у меня класс вот у меня класс вот у меня класс вот у меня класс what i did i thought i added the tone for the branch light light i don't push very strong i just add light tone and on the bottom i pushed stronger and it looks like the shadow try to repeat and show me how it looks ok who did it please show me i want to see how it looks for you ok так смотрим модель да адель очень хорошо ничего 7 мимель эмилия как ты вжух и быстро как да да супер эмилия отлично замечательно очень хороший цвет у альданы прям вот попадание стопроцентное до адель когда ты рисуешь посмотри да ты когда раскрашиваешь ты немножечко за края выходишь видишь у тебя веточка как бы колючая получается чтоб такого не было ты проводи вот так вот линию а потом внутри заштриховывай окей тогда адель у тебя будет более гладкая линия и больше будет похоже на веточку которая гладкая не колючая давайте посмотрим у всех остальных то есть я показала принцип и сейчас я хочу посмотреть у всех больше я тогда ускорюсь и когда я ускорюсь я конечно просто все веточки покрою но я хочу чтобы увидеть быть уверена что вы поняли принцип да да имели обязательно вот здесь у тебя цветок чуть-чуть коричневый в зеленый добавь чтобы знаешь было ощущение что вот коричневый в зеленый переходит а лин можно чуть посветлее да чуть чуть посветлее то есть высветляет вот песочный такой вот смотри у 1 и видишь такой песочники чуть светлее чтобы вот у 1 и вот такой бы он ближе к песочному то есть когда будешь рисовать сильно не дави послабже просто нажать и виктория очень хорошо да викуль молодец викуль обрати внимание что дамы снизу рисуем а когда наверх уходим например вправо справа тени нет то есть она снизу есть а справа на веточке уже нету тени так да 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 эмилия хорошо давайте посмотрим альдана и если мы когда будем показывать домашнее задание после урока как всегда после урока обязательно да хорошо я хочу посмотреть альдана любой кусочек который ты сделала давайте посмотрим да альдан try to call to tone where light where light is leaving try to do more soft more lighter tone so push less on the bottom perfect okay to to be sure you that you can see big differences between shadow and light do you see it's very big differences in my side yes yes exactly and here push very light like little bit touching little bit okay to make sure that we can see differences better давайте посмотрим сара и дуня что просто где вы примерно чтобы я понимала где вы сейчас could you show sara and dunia not matter what what where you are i just want to be sure that you go step by step and what's what's going on right now i don't wait then you draw everything just show where you are okay could you up your works and show what you have right now dunia sara вам нужно поднять работу could you up and show i know you didn't finish i know it's okay i just want to see like middle of way да как бы середину пути где вы примерно находитесь угу it's okay if you didn't finish i understand you can't finish for five minutes ten minutes yes just want to be sure where where are you они только начали рисовать но они ждут чтобы насекомые начали чтобы нарисовать да конечно конечно продолжайте тогда повторять просто хотя бы один цветочек и мы тогда в следующий как бы чек вместе посмотрим окей и так мы сейчас полностью декорируем бренчес полностью я это сейчас делаю быстренько посмотрите и мы делаем полностью 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 бренчес вы можете видеть какие они светлые you can see it's too light for me and it's right i am doing it very light to make sure that i can add shadow later usually we are starting from shadow but right now we want to color it very fast so we can just add the tone просто можем добавить как бетон don't forget to add brown to the leg of the leaf как бы не добавь не забудьте добавить как коричневого вот эту в ножку листика да в ножку листика чтобы как бы было ощущение что листик растет как бы из из почечки сейчас я вам покажу как это выглядит это очень красиво сейчас вот смотрите вот у меня листочек да а теперь я листочек немножечко как бы тень вот здесь придаю как бы палочкой как будто он растет из палочки секундочку адель да 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 молодец правильно вот сейчас очень хороший легкий тон а теперь ты когда то он есть можешь добавить тень с одной стороны дать время и тень с одной стороны под démocrlim все тон есть добавляя тень с одной стороны и тень входит в листочек ну в ножку листочка обязательно тень вы видите чтоб было ощущение что он все таки растет из почки да вот смотрите 1 объем получится да а вот только адель снизу да снизу тень снизу Не сверху, а снизу, вот с нижней точки. Обрати внимание, что было снизу. Да, супер, вот Альдана хорошо, да-да-да. Адели, умничка, продолжай, да, с левой и снизу, ты все правильно делаешь. Итак, я добавляю сейчас тоже тень. И вы можете видеть, как хорошо уже заиграла веточка. Я просто делаю контур, давлю посильней во время контура. Почечки тоже у нас темные. Ну, вот как-то так. Вот как-то так. Вот у нас, смотрите, палочка уже объемная, да, уже объем есть у палочки. Мы потом и в листочки везде добавим, ну, пока хотя бы свет тень. Больше ничего добавлять не будем. Нам нужно с вами добавить обязательно цвет цветочка. И внутри, посмотрите, он просто такой багрово-красный, да. Вот сейчас цвет подберем, такой вишнево, очень такой красивый вишневый цвет. Вот такой вот вишневый, это 124, вот если что. Да, прям максимальный вишневый, такой насыщенная вишня. Посмотрите. И переход в ярко-розовый будет, в ярко-розовый. Тоже достаточно насыщенный розовый должен быть. 124 или 24? 124, 124. Давай, да-да, Сара, Дуня, давайте посмотрим. Сара, Дуня, could you show, could you up your work? Другой, другой. А другой 84? Да-да, отлично. Значит, смотри, обрати внимание, что вот ножка, она идет изнутри веточки. From the middle of branch, do you see? The leg of the lift is drawing from the middle of branch. I will show you, one second. You need to fix it a little bit. One second, one second. Look at here. It's going to the middle of branch, do you see? To the middle of branch. Little bit to the middle. Then it will be more realistic. Так, значит, у Эмилии хороший цвет, у Альданы прекрасный цвет. Виколь, вот, а красный вишневый вижу, да, все очень хороший. У Адины тоже хороший, да. Один это вишневый, да, вот прям такой темненький. Итак, если Дуня и Сара, вы готовы, Дуня и Сара, то вы можете переходить с нами к цветку. Дуня и Сара, if you are ready, you can color with us, ok? Ok, you can start to color with us. Ok, first we will take red one. I'm just looking, it's really very, very dark. Very, very dark. And it's going, I will do it close, one second. And it's going like this. And it's really very bright tone. Very, very bright tone. You can see, it's very bright. And then it's going to the pink, little bit. The end is pink, little bit pink. Oh, sorry. Немножко сломался. Чуть-чуть розового. Как будто пламени огня, да, как будто пламени огня. Такой вот, если можно сказать. Контур я чуть-чуть обвожу розовеньким. Чуть-чуть розовеньким, чуть-чуть. Да, Эмилия, очень хорошо, да. Постарайся несколько, вот буквально раз, два, три полосочки сделать, которые тоненькие, чуть-чуть выходят из этого пятнышка. Очень хорошо сделала. Буквально две-три полосочки, которые выходят, чтобы как бы изюминку придать. Алин, хорошо, да. Алин, обрати внимание, что он достаточно, как бы, ну, сейчас пока ничего не делай, что площадь вот этого красного пятна маленькая-маленькая у основания. И идут полосочки к центру, да. В следующую, когда будешь делать, старайся площадь чуть меньше сделать, да, чуть меньше. Вот. И более так остро, смотри. То есть он вот идет вот так вот. О, секундочку. Вот так, если можно нарисовать, он больше вот на это похож, да, чем на вот это. Видишь разницу? Да, вот то же самое для Викули. Викуль и Адель. Посмотрите внимательно. Вот это пятнышко, да, оно больше похоже, да, вот на такие острые, вот у Адель больше похоже. И оно только в основании, не до половины, не до края Адель, да, смотри, а только в самом-самом начале, вот это красненькое. Вот только в самом начале, обратите внимание, то есть посмотрите, у цветка, когда мы рисуем, у него только в начале, смотрите, какой большой лист, и только в основании красное, видите, да, не на полу листа, а только в основании. Красное только в основании. Красное и в основании. Да-да-да, Адель, продолжай повторить второй сделать, уже обязательно, используя то, что я сказала, только в основании, да, то есть сильно далеко не уходи, а чуть-чуть только вот в начале. Также вот здесь вот. Да, Викуль, вот хорошо, дальше переходи, Викуль, не растирай рукой, смотри, видишь, рукой растираешь, подкладывай бумажку, подкладывай бумажку, чтобы рукой не растирать сильно, окей? Эмилия, хорошо, да, Эмилия, отлично. Следующий. И следующий. Вот так. И этого достаточно, и этого достаточно, this is enough, this is enough. You can see, on the distance, it looks like this. Just in the center, do you see, just in the center we have red. And we need to take, like, dark purple, dark purple, dark purple, dark purple, to do... И у основания, прям чуть-чуть, прям самое-самое основание, сделать вообще, прям вот чуть-чуть у основания. Little bit on the center to do it more darker. Как бы немножко еще темнее. Давайте посмотрим, да, Дуня, Сара, покажите. Еще немножко темнее, прям в самом-самое, вот прям вот тут чуть-чуть, прям вот чуть-чуть, little bit more darker. And when you add it a little bit purple, purple, I'm touching with purple tone, little bit. It's not possible to see, little bit. I'm touching little bit with purple, little bit. It's not purple flower, it's white flower, yes? For this reason, I'm touching with purple little bit. Да, Викуль, да, хорошо, отлично. I'm drawing some light, light lines, it's really hard to see, because purple is just light shadow on the white, not strong shadow. Да, exactly, Эмилия, отлично, да, очень хорошо. We can add light purple for the contour, light, light. And line, line. I'm touching, it's very, very, very soft. О, красиво, это у нас Айлин, окей, супер, да, Айлин очень хорошо. И еле-еле трогая, я как бы немножечко прорисовываю там, где у нас тень, вот под тенечек делаю. Да, Эмилия, да, вот легкие линии, может быть, я их не вижу, это хорошо, легкие линии. Если я их не вижу, они есть, хорошо, оставь, да, то есть, вот практически такие неуловимые линии должны быть, как бы, как будто немножко такие вмятинки, я не знаю, вот видно у меня, они прям легкие-легкие. Так, вот сейчас, секундочку, Альдана очень хорошо, Адель, еще, Адель, покажи мне, пожалуйста, еще раз, я не успела. Адина очень хорошо, секундочку. Смотри, мы раскрашиваем все из центра, аут, из центра, аут, то есть, мы не раскрашиваем вертикально, да. It's ok, просто дальше мы будем следующий цветок, мы рисуем по форме, да, по форме, из центра наружу, из центра наружу, то есть, мы не раскрашиваем вот так, жук-жук-жук, взяли, раскрасили, но. Ну, и легче, Адель, не дави так сильно, да, полегче, пусть он лучше посветлее будет, ты потом еще добавишь яркости, если нужно, окей? Так, итак, вот у нас получился такой прекрасный цветок, и нам теперь нужно добавить желтую тычинку, посмотрите, она желтая, да, достаточно желтая, достаточно желтая, и мы сейчас ее будем добавлять. Мы для этого берем, ну, свет, светло-желтый и темный, у меня тут такой оранжевый есть, да, да, можно даже немножко, ну, да, давайте коричневый, немножко даже коричневый, вот, у меня есть светло-желтый и коричневый, светло-желтый. Какая цифра? Давайте сами на цвет определяете, без цифры, вот так, примерно, цвет в компьютере хорошо передается, попробуйте сами определить. Да, да, Эмилия, хорошо, да, у меня потемнее коричневый, но у тебя тоже хорошее, то есть для этой задачи хорошая, а желтый прям цвет в цвет попало. Да, Элин, хорошо, цвет в цвет, отлично, да, старайтесь определить цвет в цвет. Сара, Дуня, как вы успеваете, Сарочка, Дуня, успеваете? Сара, Дуня, show me your work. More close to me, more close, more close. Yes, okay, good, right, right now you need to add contour, purple contour, and look at here, we add red just in the center, we don't add red for the full lift, yes, you have a lot of coverage, do you see, I have little bit, you have the full, like 50% or half of lift you have, yes, what you colored with red. It's okay, just make sure for the next flower you can check that it's just in the middle, okay, and right now you need the contour, purple contour, but don't push very strong, okay, just draw the contour, very good. Да, очень хорошо, Викуля, хорошо, очень хорошо. Итак, у нас там есть светлая такая, светлая ножка, сначала идет светлая-светлая ножка, такая, и коричневым я обвожу как бы контур, у меня такой неровный, и как бы рисую полукружочки. Сейчас я поближе сделаю, сейчас я поближе сделаю. Я как бы, смотрите, полукруг, как бы пузырики такие, полупузырики, да, коричневым сильно тоже не давлю, все-таки там ножка есть у нас, вот ножичку я, такие полупузырики как будто бы, полупузырики такие. Пук, 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 шарички такие. и желтеньким еле-еле сильно не давите желтеньким чтобы был и белый и желтый то есть было несколько оттенков где-то пузырик потемнее будет это посветлее да-да эмилия хорошо да можно вот посильнее вот тут вот видишь у тебя немножко карандаш просвечивает видишь да и миль но it's ok то есть простой карандаш это как раз почему мы говорили что сильно мы не давим это будет как бы хорошая практика для нас чтобы следующий раз слаб же давида очень хорошо может коричневым немножко еще посильнее надавить до викуль викуль слева коричневых пузырьков рад 2 2 3 пузырька слева добавь и такую внутри палочку вот смотрите внутри у меня там раз палочка она внутри проходит внутри этих пузырьков издалека смотрится вот так папа издалека смотрится вот так круто да и так у нас есть желтенький мы уже желтый использовали до дури мы уже все тут завершили но сейчас желтеньким так как он у нас есть мы придадим свет вы имел джо лайк вы для ауэй елл и так желтенький у нас будет на листочках у нас все листочки да они должны светиться на свету желтым также и бренчес и поэтому мы со стороны света джас вы и вы кафе лайк со стороны света мы я не сильно не давлю и ам и мы уже и вы кафе как бы солнышко са и сели лэву мы уже retortаем little bit yellow on the side where we have sun. And exactly the same for lifts. О, Адель, очень хорошо, не успела. Адель, ещё раз покажешь? Да, отлично, да, переходи к свету. Да, 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 Эмилия, у тебя они тёмные, практически не видно, но хорошо, вот здесь хорошо видно, отлично, добавляю на листочки, на листочки тоже еле-еле давим слегка, да, смотрите, там где свет, смотрите, еле-еле я давлю, но они у меня солнечные, да, сразу, только где свет, just where we have the light, not in any place, you can see where I have yellow, you can see where I have yellow. To do it more sunny, как бы более солнечными их сделать, листочки. И мы тонируем, we are toning, we are not pushing strong, we don't want to see lines, do you remember? We add the tone, мы как бы добавляем тон, да, как бы тонируем. Слегка вот тут, посерединке будет светлый, просто тонируем, чуть-чуть тонируем. Вот так вот, какая красота, да, получилась. Сейчас мы будем вот этот рисовать, да, вот очень хорошо, да, Альдана, прекрасно, солнышко сразу появилось, очень хорошо. И мы сейчас будем рисовать второй цветок, да, 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 супер, очень хорошо, да, Адина, каждый раз хочу или Адель, или Альдана, чтобы не запутаться. Да, да, Виктория, очень хорошо, очень хорошо. Итак, мы тогда переходим к цветочку. У нас, да, умничка, супер, Адель, прекрасно. Давайте смотрим, Айлин не успела, не успела, не успела, ближе, 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 ближе. У Айлины очень нежно, очень хорошо, да, нежненько, очень нежно получилось. Итак, у нас вот такой засохший цветочек, вот давайте, чтобы его так было видно, вот так, да, вот здесь вот. И он, по сути, он весь белый, но я беру вот этот темно-вишневый, который у нас уже был, и вот здесь вот у основания, где выходит цветок, вот тут вот немножечко красного есть. Сейчас я сделаю поближе, потому что внутри-то, внутри вот эти, ну, у основания, только полоски, мы не раскрашиваем. We are not coloring, we are adding just lines, we are not coloring anything, because it's inside. We are just adding the line, it's it, looks, one, two, three, it's it, just several red lines, no coloring, no coloring. Red lines on the bottom of each lift, of each line in the lift, it's it, we are not coloring, just couple lines. And the same, I'm taking purple, and I add light contour, because this is white. And I'm adding very light line, I'm not pushing very strong, purple lines. To showing them, hey, this is white flower. But with texture, но с текстурой как бы, да? Вот так, и он остался беленький, да? Вы можете видеть, он остался беленький. Немножко, немножко, вот можно тут фиолетового, чуть-чуть. Чуть-чуть. Тонировочка, вот так, и он остался беленьким, да? Он остался беленьким. То есть я чуть-чуть тут, еле-еле затонировала, чуть-чуть здесь, вот, да, и в мире очень хорошо. Да, белый, видно, что он белый, отлично. И желтеньким, чуть-чуть буквально, придать, ну нет, не желтый, давайте этим, коричневым. Только еле-еле коричневым. Можно желтым с коричневым придать. Как будто, знаете, когда он сохнет, он немножко желтенький. Викуля, хорошо, да, Адель, давай посмотрим. Когда он сохнет, у него немножечко есть желтенькое и коричневенькое. Вот особенно вот тут кусочек подсохший, вот тут вот. Вот я добавляю коричневенького, желтенького немножко, как будто он начал засыхать, да? Немножко начал засыхать, как будто. Немножко желтого и коричневенького на два лепесточка. Да, Эмиль, я не вижу желтенький-коричневенький, ты можешь так оставить, ну, или попробовать добавить, оно интересно смотрится. Немножко переборщила с желтеньким получше. Хорошо, да. Издалека смотрится вот так, смотрите, он белый, да, но видно уже следы, как бы, увядания, да, он белый, но уже следы увядания нашего белого красивого цветка уже заметны. Итак, мы практически все, посмотрите, какая красота. У нас остался только темно-зеленый, темно-зеленый, dark green. I am taking very dark green. I have very dark green. У меня есть очень темно-зеленый. For shadow. And we are ready for animal. I want to see Sarah's and Dunia's work. Sarah and Dunia, could you show where are you? Так. Сейчас, секундочку, Айлин, сейчас, секундочку, посмотрю, Sarah и Dunia. Айлин, покажешь еще раз? Да, хорошо. Айлин, я бы хотела, вот у тебя вот здесь вот очень такая резкая линия, вот достаточно резкая, да, продолжи ее немножко фиолетовым контуром, вот так вот, просто для лепесточка, да, чтобы она, как бы, знаешь, ярко-красная, а потом переходила в фиолетовый контур, ну, как бы светлее-светлее и уходила светлее, чтобы не такой резкий переход был, знаешь. Итак, я беру темно-зеленый. И немножечко придаю где-то потемнее, где тень есть, да, где у нас есть тень, да, вот тут вот полукружочек, вот тут у основания. Если где-то забыли сосудики сделать у листочка, тоже обязательно добавьте. То есть я прям тонирую, вот так вот, смотрите, вот тонирую, видите, тень и переходит в свет, вот снизу тень, в свет переходит. Сейчас, одиночка, опять, здесь практически весь листочек в свету, поэтому я много тени добавлять не буду. Здесь вот тень. И вот краешек свет, видите? А мне нужно добавлять эту тень, потому что мне уже кажется, что у меня это... Да, у тебя достаточно, Эмиль, у тебя достаточно ярко, поэтому я тебе, да, я согласна, достаточно. То есть мне этим добавлять? Да, не добавляй, не нужно. Хорошо. Да, ты можешь посмотреть, вот посмотри, видишь, какая разница, у меня вот здесь кусочек тёмный, а здесь светлый, видишь, достаточно ощутима разница, да, то есть её... Я это так вот и сделала с таким листочком. Да, да, вот именно, в принципе, вот что-то такое, попробуй повторить, но у тебя хорошо, у тебя уже, потому что у тебя нажатие сильное, у тебя уже достаточно тёмно. Вот, смотрите, светлое-тёмное, светлое-тёмное уже начинает играть. Да, мне не добавлять, да? Да, тебе не нужно, тебе не нужно добавлять. Хорошо. У кого не такая большая разница, добавьте в некоторые листочки тень, чтобы они не были такими плоскими, да? И мы сейчас перейдём к насекомому. То есть мы готовы уже для насекомых. А какое будет насекомое? А, сейчас расскажу. Насекомое будет то, которое опыляет конкретно этот цветок. Итак, я вот затонировала. И вы можете видеть, что листочки теперь играют, да? Есть цвет и тень. We have light and shadow, yellow and dark green, and it's very, like, play of colors. Как бы игра цветов, play of tons, как бы игра тонов, да, такая. Давайте посмотрим, как у кого получилось, потому что сейчас я бы хотела посмотреть и перейти, как бы, к насекомому. Так, Эмилия готова для насекомого, отлично, очень хорошо. Альдана готова для насекомого, очень хорошо, да? Так, давайте посмотрим Адина. Адина тоже готова, очень хорошо, да? Давайте посмотрим Адель, Айлин и Виктория. И будет сейчас насекомое. Так, очень хорошо, Адель, Адель, хорошо. Айлин очень нежно, отлично. Да, Викуля, отлично, окей. Мы готовы для насекомого. We are ready for the animal. Дуня, Сара, покажете, как у вас получилось? Так, да, окей. Я понимаю, что Дуня и Сара, естественно, как бы, ну, торопились, поэтому сейчас сфокусируемся на насекомом, окей? The main focus will be for the animal, как бы, для животного. Окей? То есть я цветочек хороший, аккуратненький, но понятно, что за полчаса без построения цветочек, без построения, которое мы делали в классе. Итак, мы сейчас будем рисовать насекомое, которое опыляет эти цветы. Как думаете, кто может опылять такие цветы? Да, Эмиль? Пчела. Точно. Ты по... Или шмель. Или шмель, правильно. Мы будем рисовать пчелку. Мы будем рисовать пчелку. Я сейчас покажу. Вот такие пчелы. Вот они вот так выглядят. Вот такая пчелка. И наша задача передать пчелу максимально... Вот она, вот эта фотография пчелы. Я прям смотрю фотографию. Максимально реалистично. Да, максимально реалистично. И разместить ее здесь, потому что это ботаническая живопись. Очень важно сделать ее частью этой природы. Что я вас попрошу сделать? Я сейчас попрошу поднять вас листочки и показать кулачком, где вы нарисуете пчелку. Я нарисую здесь. Вы можете нарисовать в любом месте, где у вас есть место. Да, Эмилия, хорошее место. Смотри, чтобы не близко было к краю, а как бы посерединке. Посерединке, да, Эмилия, отлично. Можно даже чуть пониже. Один, и я бы тебе советовала тоже справа рисовать пчелу. Ты можешь ниже, да, вот ниже. Вот здесь, где у меня. Потому что у тебя там много свободного места, да. То есть очень много свободного места. Алин, да, можно здесь или даже чуть-чуть пониже. У Алин и у Один, и тут можно прям несколько нарисовать. То есть их не только пчела, шмель, еще какой-нибудь там, жука какой-то. Нарисовать, как бы три можно нарисовать. Ну вот, какое-то выберите место, например, внизу один. Потом, как домашнее задание, можете два других сверху нарисовать, да. Майский жук, например, или что-то такое. Давайте посмотрим Альдан. Альдан, could you show the area where you will draw your animal? Your bee? Could you put your hand in the area where you will draw the bee? Окей, nice. Yes, perfect. Not to the right, in the middle. Окей, perfect. Виктория, у тебя где? И Адель? Виктория, Адель хочу посмотреть. Да, все, отлично. Можно чуть-чуть пониже, между, то есть вот у тебя два листочка, Эмилия, вот между листочками, потому что когда будешь рисовать, в листочек может упереться, вот тут вот. Да, правильно, у Викули у тебя прям много места, вот тут, да, супер. Итак, я просто, да, да, вот тут, где-то тут, да. Эмилия, все, отлично. Итак, Дуня, Сара, могли бы вы показать, где вы будете рисовать пчелу? Could you show the place with your hands where you will draw the bee? I'm just checking that it's... Yes, yes, little bit upper, no, little bit upper, yes, not too close to the frame? Here, exactly, yes, yes, here. Not too close to the end of the paper? More close to the flower. Да, Адель, хорошо, вот там, где ты сделала? No, here, yes, here. Чуть-чуть ниже, не чуть-чуть ниже, Адель, чуть-чуть ниже. Да, вот там, у тебя будет, у тебя очень хорошо, у тебя цветок все пространство занимает, внизу будет хорошо. Итак, отлично. We are ready. Please take your pencil. Убедитесь, что он поточен. Вам понадобится ластик и пчела. Посмотрите, нам нужно правильно указать размер пчелы, да, но так как она будет очень маленькая, но так как это ботаническая живопись, мы можем пчелу изобразить крупно, чтобы показать, что, ребят, посмотрите, это пчела, то есть нам не нужно изображать ее вот такой маленькой. Если бы мы изображали пчелу в натуральную величину, она была бы вот такая вот. Ну, это же маленькая, да, согласитесь. Тот, кто смотрит вашу картину, такой думает, как бы мне там ножки рассмотреть, да, какой там носик, а может быть, это оса ее опыляет. Чтобы такого не было, мы размещаем, ну, то есть мы делаем пчелу гораздо крупнее, ну, даже крупнее, чем этот листик, да, наверное, примерно, то есть примерно, вот я здесь буду пчелу размещать, примерно, вот примерно, вот я очерчу, как бы, окошко, в котором я буду ее размещать. Вот примерно такого размера у меня будет пчела. Вот примерно такого, да, да, какой вопрос? Нет, просто ладушки. Да, отлично, отлично, да, вот именно там, да, Эмилия, вот примерно такое окошко. Она будет крупнее, но мы можем потом здесь разместить майского жука, здесь разместить шмеля, здесь разместить там какое-нибудь еще, ну, насекомое, которое взаимодействует с этим цветком. И вот здесь будет ряд насекомых, которые можно рисовать. И тогда все насекомые должны быть пропорциональны друг другу. Если мы рисуем шмеля, то он будет крупнее, чем пчела, да, но все вот в этом примерно размере, в этом размере. Итак, значит, пожалуйста, начертите, да, окошко, где у вас будет жить пчела. Да, Айлин, у тебя хорошо, ты можешь крупнее, у тебя больше места, ты можешь сделать больше, то есть ты можешь нарисовать пчелу крупнее. У тебя просто больше есть места для того, чтобы это сделать. У меня просто нету столько места, поэтому я, ну, сколько вот влезет, столько влезет. Все мое. Да, Аддина, Альдана тоже, ты можешь больше нарисовать. У тебя больше места, ты можешь, у тебя есть больше места. Да, да, Адель, хорошо. Очень хорошо вот у Адина. Прям вот максимально, сколько было места, столько вместили. Окей, потому что это не обязательно, чтобы был тот же размер, как бы, а просто, чтобы показать, что вот пчела его опыляет, потом там майский жук, потом шмель и так далее. Итак, are I ready? Show me like if you are ready. Давайте смотрим. Да, вот, вот, вот снизу, вот снизу. Это у Сары у нас, да? Это Дуня, да? Вот очень хороший снизу квадрат. Сразу видно, какого, ну, то есть мы пчелу будем крупную рисовать, но видно, что она ее опыляет. Дуня хорошая. А у Сары, давайте у Сары посмотрим, как дела. Я у Сары ни разу работу не видела. Поймайте тогда ее. Поймайте. Кто знает, что такое черная вдова? Вот, кстати, я бы могла здесь нарисовать черную вдову, потому что место обитания рядом с этими цветами. Окей. Who is ready? Please like. Like, like. Окей. Итак, мы тогда переходим к пчеле. Она должна быть от края до края, да? То есть мы нарисовали. И мы рисуем сначала, как бы, ну, как бы тельца, да? Холм. Смотрите, вот я рисую холмик. Это холмик, да? Холмик. Обычный холмик. Очень обычный холмик. Это будет позвоночник, да? На что мы будем насаживать? Вот здесь вот голова будет. Вот здесь вот будет... Как бы вот это первая головка будет. То есть голова вот тут будет. Вот я овал рисую. Вот овал. Я отметила голова. Здесь будет круглое, круглое такое брюшко. Ну, как тело. А потом такое толстенькое брюшко вот здесь вот. То есть я как бы одеваю, я одеваю на... Я на вот этот позвоночник одеваю, как бы, сосиски. Сосисочки, да? Обратите внимание. Small, medium, biggest, long oval. Маленький такой овальчик вниз смотрит. Кружочек и... Да, отлично. Да, вот. Эмилия очень хорошо. Эмилия, опять сильно давишь. Будешь, когда в тон рисовать, у тебя он будет просвечивать, да? Вот, ты все правильно делаешь. Но старайся не так сильно давить. А Элин, хорошо. Сильно не давишь. Пропорции отличные. Очень хорошо. Так сильно не давишь, чтобы потом просто карандашом раскрашивать было легче. Одина, да. Одина, хорошо. Можно немножко больше полукругом? Чуть-чуть полукругом. Чуть-чуть один, да? Потому что, когда пчела, она немножко чуть-чуть изогнута, да? А льда, она хорошо. Головы чуть крупнее, да? И вот овал, посмотри, овальчик. Он такой немножко как... Немножко наискосяк такой. Викуля не успела. Хочу посмотреть Викуля и Адель. А можно я пойду в туалет? Конечно, конечно. Выйди и возвращайся, мы подождем. Так. Да, очень хорошо. Ой, оп. Адель еще раз рассматриваю. Да, Адель хорошо. Пропорции хорошие. Адель оставляй. Все, замечательно. Адель тоже сильно не давит. И все правильно делаешь. Просто раскрашивать легче будет. Одина, вот, хорошо. Чуть-чуть полукругом, она лучше. Знаешь, пчелка немножечко так выгибается. Итак, теперь нам нужно нарисовать глазик. Да, вот здесь будет такой приличный глазик. У них глазик достаточно большой у пчелы. Глазик. Да, да, да. Очень хорошо, Эмилия, продолжай. Да. Она живая? Да. Вы ее в коробочку поймали? Да, в коробочку я в коробочку. Куда вы кинули? Мусор. Черный удовок? Да. Как так? Иди скажи дедушке, чтобы мама сказала, что надо в баночку, чтобы отвезти в эту... В лоб... Да, мы обязаны отнести ее. Не выкидывать ни в коем случае. Сори. Поймали черную вдову и взяли, отпустили ее вообще. А черная вдова, это бакуэрл? Нет. Это паук. Это паук очень ядовит, смертельный, ядовитый, если укусит нас. Это бакуэрл? Да. Они его живой выкинули? Да, его живой выкинули. Скажи, а не я и маму расстроимся. Ну пусть не ловит еще, не дай бог укусит. А что они такие? Что они такие? Что, что, прости? А что такие вот эти черные вдовы? Черная вдова, это такой паук очень ядовитый. А как он вообще оказался у вас дома? Он на улице, не дома. На улице, где бакярд. Да, Сарочка, старайся, чтобы церкал был посередине. Try to do oval or circle in the middle of other circle. Yes? Don't touch the... Yes, exactly. Дуня, да, Дуня, try to do it more like oval. Yes, very good. Just a little bit more to oval. More close to the oval. Да. Так, давай мы уже закончим. Не надо мне уже. Где бабушка? Triangle, triangle. Triangle, because bee has... Какие-то клешни, да? Клешни. У нее острая такая вот, как пушистая она. Я рисую челочку пушистую. И сейчас я соединяю, посмотрите, я соединяю голову с туловищем. И внутри стираю линию позвоночника. Что? Я пишу, что мелкро что-то дружба. У меня все это дружба. У меня все это говорили. По мне, я писали. Ну-ка, мне об этом ты потеряла. У меня все плохо. Ну, я что-то в тупоматике. Итак, мы соединяем тельце, соединяем, и сейчас будем рисовать вот здесь вот, я смотрю сколько в оригинале, раз, два, три, четыре, пять, пять полосок, просто смотрю в оригинале, полукруг раз, полукруг два, полукруг три, полукруг четыре, полукруг пять, пять полукругов, это там, ну вот эти полоски, которые есть у пчелки. Так, Адель, сотри, пожалуйста, линию в середине, и полукруг рисуй как половинка кружочка, да, одной линии, сильно не дави, сотри еще раз, и аккуратненько так же нарисуй, только сильно не дави, чтобы слегка, легкий был такой, наверное, у кого получилось, покажите, да, Дунь, давай ближе, окей, Лин, вижу, да, хорошая пчелка, так, хорошая, Эмиль, сильно не дави, Адина, хорошо, Адель, сильно не дави, сильно давишь, не дави сильно, и носик поменьше, носик Адель поменьше, да, то есть он такой остренький, чуть меньше, треугольничек, чуть меньше. Так, смотрим, Дуня, ближе, ближе, Дуня, ближе, так, да, Дунечка, можно вот тело, тело покороче сделать, если он у тебя очень длинный, прям вот обрежь его, прям, представь, ножничками, раз, обрезала, и остальное усотри, прям вот так, раз, остальное усотри, чуть-чуть попочку покороче. Сара, давайте посмотрим Сара, Адина и Виктория, хочу посмотреть, Виктория, Альдана, Альдана, Виктория и Сара. Да, хорошо, очень хорошо, да, Альдан, хорошо, прям обрезайте, вот два последних кольца обрежьте, у Дуни, два последних кольца, пожалуйста, обрежьте, и там нарисуйте попку острую, прям два последних кольца обрежьте, тогда будет правильная пропорция. Окей, я сейчас перехожу к ножкам и усикам, посмотрите, усики, оп, антенны, антеннки, лапки, лапки сейчас рисуем, вниз, раз, лапка, наверх два лапка, и три лапка, еще раз, вниз, раз, лапка, наверх два лапка и три, раз, раз, вот так, и лепесточек, лепесточек, лапка, раз, два, лапка, раз, два, три, можно поменьше. А сколько у пчелы лапок? С одной стороны раз, два, три, и с другой три, с одной три, с другой, но мы с одной только будем рисовать. Посмотрите, как строится лапка. Раз, зигзаг, два, зигзаг, как Ви, буква Ви, да, буква Ви, а потом от буквы Ви, раз, сосисочка, два, сосисочка и такой хвостик черненький. Так выглядит у пчелы лапка. Также здесь, давайте посмотрим, если кто сделал. Адель, замри, холдан. Так, не могу посмотреть, лапка маленькая. Да, Адель, обрати внимание, лапка растет из центра тела, ну, не из центра тела, а вот изнутри тела, да, не с краю, а изнутри. А, Альдана, ближе? Ага, Альдан, hey, class, look at me, where the leg is beginner, in the middle of the body. Check yourself, it should start in the middle of the body. Секундочку, Эмиль, не очень поняла ножки, не поняла. Эмиль, ты, мне кажется, поторопилась и нарисовала ножку, у нее, у нее вот из брюшка нету ножки, Эмиль, вот тут у тебя ножка откуда-то, у нее не бывает ножки оттуда. То есть не торопись, вот Ви, длинная, длинная сюда. Эмиль, и сильно давишь, сильно давишь, слаб же, поэтому сейчас сложно стирать, да? Легче, легче, окей? И, так, вторая ножка, все ножки только из туловища центрального, из попки не растут. Очень хорошо, да, один, а хорошо, один, а хорошо. И, так, вторая ножка, она сзади, ну, как или с краю, я не знаю, поэтому палочка такая. Раз, два лепесток и три. Еще раз. Квадратик, раз, лепесток, два, и вот такая черная. Это такие, как маленькие-маленькие уже пальчики, на которые встает пчелка. И передние лапки у нее, такие недоразвитые, маленькие, как у нас, ну, как ручки, да, они короче, чем ножки, тоже из середины тела. Капелька, сосисочка, раз. Раз, два, и три. И тут тоже, чуть-чуть просто торчит. Раз, и три, вот так. Задняя лапка торчит. То есть, вот эти маленькие лапки, они как будто бы недоразвитые, да, такие коротенькие. И сейчас мы будем рисовать с вами. Если вы просто повторите за мной сто процентов, это будет похоже на пчелу. Потому что главное не как красиво нарисовать, а детали, да. Выше, выше, Сара или Дуня выше. Да, отлично, усы, усики потоньше, усики потоньше, покороче и потоньше. Я не вижу, это Дуня, да, Дунь. Усики чуть потоньше, все правильно делают. Вот, Дунь, ты ровно за мной повторяешь, поэтому это будет похоже на пчелу. Усики чуть-чуть потоньше. Давайте Альдана. Альдана, покажешь? Ближе, 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 еще ближе, Альдан. Выше. Да, Альданечка, я вижу вот эту, а я вижу, вот смотри, я вижу эту ногу, три ноги, да, спереди три, я одну ногу потеряла. Так, теперь Эмилия повыше. Вот, Эмиль, видишь, ты просто повторила, повторила, и уже это больше похоже на пчелу, потому что мы повторили анатомию, это важно. Так, Сара. Сарочка, потолще, потолще, то есть вот эти сосисочки чуть-чуть можно, прям чуть-чуть потолще, толщина, да, и можно подлиннее, вот эту ножку чуть-чуть подлиннее, чуть-чуть. Давайте, Дуня. Вот, Дуня, хорошо, да, Дунь, вот здесь вот у него, как у тумбочки, квадрат, у тебя вот так нарисовано, видишь, вот так вот просто срежь, полукруг сделай вот здесь, и будет супер пчела. Вот тут, Дунь, вот тут срежь квадрат этот, спинку, и будет супер пчела. Итак, мы нарисовали, теперь мы готовы к крылышкам, ребят, к крылышкам. Крылышки крепятся, конечно же, вот здесь, и у нее есть лопаточка такая специальная, на что это крепится. Это дырочка, в которую крепится крылышко наше красивое, и оно идет практически до конца брюшка, да, практически до конца брюшка снизу. Вот так вот раз, раз, и вот тут вот пропеллер закругляется. И также здесь, уже сзади, мы там не видим, откуда-то раз, и вот так вот. И вот это тельце пушистое, вот это тельце чуть-чуть, оно все будет пушистое. Да, Эмиль? А разве мы не рисуем пчелку в полете? Мы рисуем с оригинала. Но она же как не в полете. Она что-то или в полете, или стоит, мы точно не знаем, это не важно. Для нас важно передать, ну, мы берем просто фотографию и точно по фотографии повторяем. Если мы хотим в полете, тогда нужно конкретно фото полета найти и повторить, понимаешь, да? То есть наша задача просто с фото повторить все детали, которые есть. Именно детали, то, что мы говорили, помнишь? То есть важно в ботанической живописи детали. То есть если у нее вот ножка вот так построена, так и строим. Если у нее крылышко отсюда растет, мы отсюда и строим. Если крылышко вот такой примерно длины, мы такой длины исполняем. Если крылышко лежит, то мы его делаем лежачим, потому что мы от себя не придумываем. Если мы будем придумывать от себя, то мы рискуем соврать. Это может быть похоже на осу, либо на другое насекомое. И тот, кто, не знаю, пчеловод, он говорит, я хочу опылять это красивое растение. И закажет кучу ос. А нам нужно было пчелу, потому что это не точно передано, да? Так, поближе, один поближе. Поэтому просто рисуем с фотографией. Поближе, поближе. Да, одиночка, все очень хорошо. Если есть возможность, вот этот кружочек, вот этот, да, чуть-чуть поменьше сделать, чуть-чуть поменьше. И вот эту точку, откуда растет, чуть-чуть повыше, да? То есть у нее она практически из центра, но ближе к верхней границе, не к нижней. Вот, чуть-чуть вот прям подправить, чтобы она прям идеальная была. Да, вот так, да. Имеля, супер, все отлично. Сильно давишь, сильно давишь, да? Волнуешься и сильно давишь. В остальном хорошо, поэтому тяжело сейчас будет рассказывать. Давайте Адель и Викулия посмотрим. Секундочку. Алиночка, Алин, тебе нужно крылышки подлиннее, а усики покороче. Крылышки подлиннее, усики покороче. Викуль, крылышки пока супер, все, крылышки прямо брешь. Прям, смотри, вот они, где попочка заканчивается, за них практически не выходит. Давайте Адель посмотрим. Альдана тоже хочу посмотреть. О, простите, это была не Айлин, простите, Альдана. Альдан, это для тебя усики покороче, Альдан, а крылышки подлиннее. Это была не Айлин, просто у вас в экраны поменялись, простите. Альдан, shorter and this is longer, окей? Давайте Викулечка, хочу Викули посмотреть. Сара и Дуня тоже показываем, давайте посмотрим. И нам чуть-чуть останется только раскрасить. Айлин, ну у Айлин, да, пчела, пчела. Это пчела, супер, вопроса нет. Да, пухренькая, хорошая пчела. Это Сара, да, супер, отлично, очень хорошо, очень хорошо. Итак, мы теперь стираем границы, да, то есть нам границы больше не нужны. Я стираю, чтобы их вообще не было видно, то есть я надеюсь, вы сильно не давили на карандашик, чтобы их можно было стереть и не было видно эти границы. И мы сейчас быстренько раскрасим, и наша работа готова. Немножко усики потерял ее. Издалека посмотрите, как это смотрится. Издалека смотрится вот так. То есть это особь, которая опыляет конкретно это растение. Мы здесь можем еще одну особь добавить, например, шмеля. Мы здесь можем добавить какой-нибудь майского жука. И, например, какую-нибудь гусеницу добавить, который ест этот цветок, да, у него же есть и паразиты. Да, Дуня, хорошо, Дуня, оставляй. Можно чуть длиннее крылышки, Дунь, можно чуть длиннее крылышки, чтобы было пропорционально, чтобы она встать, слететь смогла. Дай, Миль. А разве у пчелы нет жала? У пчелы есть жала, но ты его не видишь, потому что она выпускает его только когда жаль. Альдана шикарно, очень хорошо. Одина, простите, Одина. Альдана, ближе, Альдана, ближе, ближе, Альдана, show me, show me. Одина, very good, longer. This is longer. Вот эти вот длиннее, да, они длиннее, потому что бы она взлететь могла. А то она такая... И не как маленькие крылышки, поэтому побольше крылышки. Итак, мы сейчас переходим в цвет. Это совсем, ну, как бы чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. Нам нужен коричневый, оранжевый. Вот, смотрите, коричневый, оранжевый и черный. И black. И black. Вот. У нас есть 15 минут для того, чтобы ее раскрасить, и наша работа будет готова. Вот у нас есть три цвета. И можно еще yellow взять. Yellow will work, too. Yellow. I'm taking brown. Let's start from yellow. I know we're starting from shadow, but let's start from yellow. I'm adding yellow where it's actual. I don't push very strong. Please don't push very strong. На лапках. Just repeat after me where we have yellow. Крылышки у нее прозрачные. Поэтому я прям, ну, крылышки тоже покрываю, как бы. Крылышки не исключено. И добавляем желтенький. Вот мы затонировали, да, затонировали некоторые места желтеньким. Вы можете видеть, где. Теперь давайте теперь с тенью мы возьмем коричневый. Коричневый. И я делаю... Проверьте, чтобы тоненький был карандашик. Тоненький, да. И я делаю коричневый, уже сильно не давлю. Don't push very strong. Please don't push very strong. И у меня линии достаточно жесткие, да. То есть я ее делаю, как бы, пушистые немножко, да. То есть линии вот такие. Вот смотрите, линии вот так вот. Я все штрихую такими каракулями. Почему каракулями? В отличие от цветка. Потому что пчела очень пушистая насекомая. Пчела очень пушистая насекомая. Очень пушистая. Сильно не давим. И сейчас посмотрим, как у кого получается. Старайтесь, чтобы линии были тонкими. Не темными. Она не темная, да. Пчелка не темная. Попка гладкая. Попка уже гладкая. А тельце пушистая. Посмотрите, она у меня светлая. Я не давлю очень сильно, ребят. Пожалуйста, не давите сильно. И от центра к краю. From the center to the outside. From the center to the outside. I'm turning. Look at here. From the center to outside. Мама. Кто? Да? Молодец. From the center to outside. Look at here. I will show you. Look at here. This is the bee. Yes? I'm drawing from the center. Like this. Look at here. Like this. Вот так вот. Видите? Я вот так ее тонирую. Чтобы она пушистая была. Да? Видите? Это принцип, как тонировать. Да? Чтобы пушистая была. Так. Да, хорошо. Эмиль, хорошо. Отлично. Эмиль, очень хорошо. Мы сейчас берем оранжевый и накидываем. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вот, очень хорошо. Это у кого у нас? Сара, да? Сара хорошо тонирует. Легенько. Все прям как нужно. Да. И накидываем тук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-ч тук 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 смотрите пушистик пушистик она у нас пушистик в ножки немножко оранжевого добавляем немножко между желтым и коричневым вот уже вниз брушка добавляем оранжевого до чтобы она уже белого было меньше тонирую прям оранжевым чтобы она такая была яркая сейчас мы добавим черный удивитесь какая красотища получилась и останется только черным вот я оранжевым добавила и у меня остался только черный i'm taking black i'm taking black and add the black d the eye is black глазик черный и внутри белая светлая точка посмотрите вокруг черный сверху я ну практически не давлю постарайтесь повторить я сейчас фокусирую еще раз посмотрите вокруг черная сверху практически не давлю носик сюда вот идет очень остренько до носик усики у меня не поточен карандаш не поточен я часто чу чтобы усики были тоненькие пожалуйста поточите карандаш усики черные я просто провожу полосочку вот здесь усика вот здесь у нее причесочка причесочка посмотрите у пчелы оказывается есть причесочка это такие ворсинки вот такие ворсиночки тоненькие максимально тонко рисуем насколько это возможно ножка черная краешок черный здесь ножка посерединке черная только посерединке только мидал из black остальное желтая оранжевая остается посмотрите только центр как бы черный оранжевая желтая чтобы вы оставили по кругу и здесь вот так вот здесь плечико у нас то есть я настолько подробно стараюсь передать все что я вижу контур черный слегка еле давлю чтобы сделать как бы контур и точно такая же история вот здесь вот попка снизу черная коричневая оставляю тут чуть-чуть черная прям по кровь по краю коричневый я тоже оставляю до коричневый никуда не девается опять здесь черный там где коричневый ближе коричневый черный да да эмиль да осталось только попку вот вот попку я сейчас раскрашиваю можете прям контур обвести вот здесь вот обвести вот так как мы рисовали помните полоски рисовали и потом чуть-чуть затонировать да да эмиль не торопись ты торопишься и за контур выходишь а пчелка она такая самая аккуратная часть да знаю под устали ну и вот тут черненьким я накладываю еще черных ворсинок помните мы шерсть рисовали черных ворсинок накладываю накладываю черных ворсинок потому что пчелка пушистая она пушистая как зайка просто она маленькая и мы этого не видим я могу зайку большую показать давай вот такая пчелища у нас получилось сейчас посмотрим как у как у остальных получилось очень хочется посмотреть как получилось у остальных сейчас у всех посмотрим о супер смотрим эту 1 1 1 хорошо до 1 очка вот здесь вот немножко черным начни крылышко подведи вот туда вот тут вот а здесь сверху немножко коричневым таким еле-еле линии да хорошо сара вот здесь вы тоже черным смотри крыло начинается из плеча и идет вот сюда и в дом раз пропадает то есть из плеча вот эту полосу не не поймать зайку так айлин айлин хорошо алина крылышках немножко оранжевых полосок добавь чтобы крылья были ну не полностью прозрачные немножко с оранжевым оттенком так да от альдана попочку контур обвести черным попочку контур обвести черным окей альдан да супер мы на этом сейчас остановимся будем сейчас фотографироваться вот видишь обвела альдан хорошо и альдан ножка вот эта альдана на черное видишь ножка черная причем 1 кусочек черный 2 3 и чуть-чуть 4 видишь вот это черная она темная ножка если будет темная будет лучше видно так значит это у нас викуля викуль все хорошо почему-то на крыльях вижу полоски вертикальные а у нее только гладкие горизонтальные полоски и суки если получится потереть карандашиком по этим ластиком за 3 пош нету вертикальных полосок если нет и токей просто ты когда будешь домашку делать сможешь попробовать повторить до что-то подобное и так я сейчас отдаляю я одну ножку не раскрасила простите вот я сейчас буду отдалять и мы посмотрим как она смотрится издалека да смотрите как смотрится издалека пчела 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 точно пчела прилетела пчела смотрите да вот на телефоне выглядит темным потому что ну это экран так она светлее до пчела это то насекомое которое опыляет это растение и так вот примерно так у нас должно получиться вы большие молодцы справились хорошо у кого значит у нас еще три минутки еще черный есть я вам рекомендую немножечко черного добавить посмотрите вот здесь вот в контур дерева только в тень только в тень джаз щелли немножечко добавить как бы структуры да посмотрите в тень немножечко структуры особенно вот там где у нас есть вот эти крючочки чуть-чуть добавить чуть-чуть и она будет просто поярче когда вы добавите черным карандашом она будет смотреться поярче и поинтереснее такие полосочки я добавила папа смотрится ярко вот у имели уже яркая я чуть-чуть добавила и так на этом мы остановимся вы большие молодцы очень хорошо справились очень хорошо справились сейчас мы будем фотографироваться сейчас мы будем фотографироваться пожалуйста поднимите ваши работы я нажму стоп